Сегодня в Молдове встретятся лидеры 50 стран, членов Европейского Союза и других государств. Там пройдет второй саммит Европейского политического сообщества. Многие официальные представители накануне прибыли в Кишинев о первых заявлениях и подготовке к мероприятию. Знает и расскажет наша корреспондент Валерия Никипелова. Она с нами на связи. Валерия, приветствуем тебя из Кишинева. Расскажи более детально. Я вижу, за твоей спиной уже собирается и пресса, и достаточное количество тех, кто будет сегодня принимать участие в данном саммите. Расскажи о его важности и о тех результатах, которые могут появиться в финале этого события в Кишиневе. Доброе утро, коллеги. Да, действительно, мы находимся в Молдове, а именно в замке Мими. Это находится в селе Бульмока, недалеко от Кишинева, где-то в 35 километрах. И через несколько часов здесь начнется второй саммит Европейского политического сообщества. Для начала расскажу немного, что это за платформа. Этот формат объединяет страны Европы, европейские государства, причем не только те, которые являются странами-членами Евросоюза, но и те государства, которые в Евросоюз не входят. Ожидаемо сегодня основными темами, которые будут обсуждать, станет безопасность, а также сфера энергетики. И помимо официальных представителей, лидеров 50 стран Европы, прибудет сегодня сюда и руководство Европейского союза. Причем многие официальные делегации прибыли в Молдову, в Кишинев вчера, то есть за день до начала саммита, и уже успели сделать первое официальное заявление. Так, прошу прощения, президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн вчера встретились. Они провели совместную пресс-конференцию, говорили о евроинтеграционном пути Молдовы, о успехах Молдовы на пути в Европейский союз, а Урсула фон дер Ляйн, в свою очередь, объявила о новом пакете помощи для Молдовы, который это самое движение в ЕС должен ускорить. Давайте послушаем. Сегодня я рада объявить о новом пакете поддержки для Молдовы с двойной целью. Мы хотим поддержать вас, чтобы решить проблему влияния войны, которая буквально у вас за порогом. И мы хотим приблизить вас к Европейскому союзу. Этот пакет имеет пять очень конкретных инициатив. Во-первых, мы введем закон о снижении платы за роуминг между ЕС и Молдовой. Я думаю, что это очень хороший шаг, который пойдет на пользу людям и нашим компаниям, потому что действительно более дешевый роуминг объединяет людей. Накануне саммита, кстати говоря, самого масштабного события, которое происходит на территории Молдовы со времен обретения нею независимости, прибыл и Жозеф Боррель, это глава дипломатии Европейского Союза, и совместно с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску и министром внутренних дел Республики Молдова Анна Ревенко, они официально открыли новую миссию партнерства Европейского Союза в Республике Молдова. Давайте послушаем фрагмент заявления. Мы видим попытки дестабилизировать Молдову экономическим или политическим. В конечном счете Евросоюз и Молдова руководствуются общей целью обеспечения мира, безопасности и стабильности для граждан Молдовы и граждан Европейского Союза, потому что мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Делая Молдову сильнее, мы делаем сильнее и ЕС. Сегодняшний день обещает быть еще более насыщенным, поэтому мы остаемся на месте, продолжаем следить за событиями и будем оперативно информировать о том, как проходит в Молдове, в Гульбоке второй саммит Европейского политического сообщества. Коллеги, вам слово. Валерий, огромное тебе спасибо. Мы будем ждать детали, обязательно готовы будем тебя сразу же услышать и увидеть о важности данного мероприятия, о тех заявлениях. Мы прекрасно понимаем, что большая часть все-таки будет касаться и Украины, и тому меропорядку, который должен появиться не только на Европейском континенте, а во всем мировом сообществе. Продолжение следует...